Добрый день, уважаемые масс-медиа! Благодарим вас за то, что вы проявили интерес к этому событию и пришли. Надеемся, что вы также с интересом будете освещать эти события. И донесете это до наших граждан всей страны. Хотел бы вначале представить участников этой пресс-конференции. Доктор, в первую очередь, Динарий Кожакару, вице-председатель фракции муниципальных советников в Муниципальном совете города Кишинева. И координатор всего направления здравоохранения партии социалистов. Владимир Мездренко, член парламентской комиссии по здравоохранению и социальной работе. Парламент Республики Молдова. Депутат по одномандатному округу. Рыжканы, Дроки и Фалеште, да? Дандюшаны. Дандюшаны. Вот наш коллега. Разрешите очень кратко. Сегодня у нас социальная тематика, поэтому мы будем сегодня говорить и рассуждать исключительно на тему социальную, на тематику здравоохранения. Разрешите очень кратко подвести итоги предыдущего года и обозначить задачи партии социалистов по социальному направлению, по медицинскому направлению системы, обеспечения медикаментами на будущие полгода, на будущую весенне-летнюю сессию. Первое. Хотелось бы напомнить, что в 2019 году во второй половине года в предыдущей сессии партии социалистов, фракция партии социалистов в парламенте выдвинула целый ряд законодательных социальных инициатив. Практически все они были поддержаны. Речь идет о увеличении пособия для инвалидов всех групп. С 40 до 80 процентов. Я прошу заметить, и здесь очень важный момент. Это те инвалиды, которые получают исключительно пособия. Второе. Это увеличение пособия для людей, достигших пенсионного возраста, но не имеющих по каким-либо причинам стаж, минимальный стаж 15 лет, для получения минимальной пенсии. До этого это было 20 процентов, сейчас это 50. Дальше будет больше, дальше мы будем работать с этой категорией отдельно. Очень важный момент, уже много мы об этом говорили, но я не перестану повторять, это вопрос перерасчета пенсии для работающих пенсионеров. В 2016 году, когда была реформа пенсионная, мы настаивали на том, чтобы в закон было внесено в целом понятие о перерасчете пенсии для работающих пенсионеров. Напомню, сегодня в стране работает более 160 тысяч пенсионеров. Преимущественно это педагоги, преимущественно это работники медицины, это аграрии. Это люди, которые работают в первую очередь из-за того, что им необходимо пропитание. Так вот, тогда было внесено это положение. У нас в стране многие люди имеют стаж официальный после выхода на пенсию в 10 лет, 7 лет, 15 лет. Был разработан специальный график. По этому графику всем гражданам должна была быть и будет перерасчет до 2027 года. Мы сокращаем этот период до 2023 года. Эта инициатива была разработана, принята и вступает в силу в этом году. То есть до 2023 года все те, кто имеет официальный стаж после выхода на пенсию, будут иметь перерасчет. Будет значительное увеличение. Кстати, в этом году хочу напомнить, что перерасчет будет для тех пенсионеров, которые вышли на пенсию до 1999 года. Это первое. И второе, имеет стаж до 15 лет работы, потому что стаж больше 15 лет работы был перерасчет в прошлом, в 2019 году. Важный момент также, что касается мам, которые находятся в декретном отпуске. По выходу на пенсию, раньше им начисление пенсии на этот период трех лет исходило из минимальной пенсии по стране. Мы предложили это изменение, сегодня оно работает. Это средняя пенсия по стране. Это две разные суммы, отличающиеся практически в два раза. И, казалось бы, может быть, это не все почувствуют граждане, но мамочки точно почувствуют, и это хорошо. Что касается вопросов поддержки партии социалистов, инициатив, пропрезидентских инициатив. Мы в парламенте поддержали, в первую очередь, индексацию два раза в год. Она была, и она наконец-то будет в этом году. Это апрель месяц, и это осенью октябрь месяц, что очень важно. Эти деньги уже в бюджете заложены, эти деньги уже есть. Искать их не нужно. Это увеличение выплаты в холодный период года. Здесь важно два момента. Я прошу подчеркнуть и обратить внимание. Первое. Эта сумма увеличивается до 500 лет, из 350 до 500. И второй момент. Увеличивается количество получателей. Более чем на 30 тысяч человек. Это существенно в тех условиях, в которых мы живем. Ноу-хау для нашей страны – это гарантированное получение пенсии в течение пяти лет после выхода на пенсию для, в случае смерти супруга или супруги, соответственно, супругом или супругой. Что вполне нормально, что так и должно быть. На это деньги так же есть. И это начнет работать с февраля месяца, как вы слышали, вчера правительство об этом заявило, профильное министерство. Что очень важно и чрезвычайно важно для Молдовы, что эти все вещи, они уже работают. Это не просто слова, о которых мы говорим, что будет, найдем, проект инициативы, либо еще что-то. Это все работает. Это все не фейки. И то, что вы слышите, уважаемые граждане, уважаемые масс-медиа, в информационной среде, это все из-за безысходности наших политических оппонентов. Им нечего предоставить тому серьезному социальному пакету, разработанному партией социалистов, представленному президентом страны Игорь Николаевичем Дадоном. Поэтому они занимаются выводом в заблуждение, назовем это так, граждан нашей страны. К примеру, говорят о повышении полиса медицинского страхования. Этого нет и не будет. Более того, сегодня правительство работает над расширением тех услуг, которые входят в полис медицинского страхования. Одновременно мы работаем над тем, чтобы то, что уже входит, оно исполнялось. Потому что мы знаем, есть прорехи. Есть часто, когда человек приходит в больницу и говорит, это бумажка полиса, она не работает. Вот этим мы тоже сегодня занимаемся. И это очень важно, я прошу, это чрезвычайно важно для нашей страны. Следующий важный момент, это что касается задач нашей фракции на будущую сессию, на будущие полгода. В первую очередь нам надо признать, что у нас в стране, и мы всегда об этом говорили, очень много пенсионеров, которые вышли до 1999 года. Это люди, у которых пенсия была начислена по старому закону, не по закону номер 156, который работает сегодня. Это люди с огромным стажем работы, потому что в те времена люди жили дольше. Это люди, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы. Это люди, которые строили нашу страну. Это люди со стажем 40-45 лет. И на сегодняшний день у них, к сожалению, пенсии меньше, чем те, которые выходили с тем же стажем работы, работали там же, но после 2000 года. Мы ищем инструменты, мы разрабатываем сегодня определенные предложения и выйдем в ближайшее время с ними. Что касается этой категории населения, это больше 100 тысяч человек. Мы обещали, и мы это сделаем. Это один из наших приоритетов. Второй приоритет нашей фракции, это что касается определения степени инвалидности. И к вам, наверное, поступает информация. Я по многим каналам смотрю, что люди, не все, но жалуются на предмет того, что первое, по справедливости назначения той или иной группы. Иногда переводят с очевидной первой на вторую. Иногда переводится с очевидной второй на третью. Это первый момент. И второй момент, сроки рассмотрения. Мы признаем эти проблемы. Да, сразу, может быть, это решить невозможно, но мы сейчас работаем над этим. Следующий, очень важный момент. У нас на сегодняшний день есть пенсионеры, которые работают, которые получают пенсию за границей, в любой другой стране. Они имели возможность там работать, им там начислили пенсию. Они выбрали получение пенсии там. По одной простой причине, потому что она там элементарно больше, чем у нас в стране. Но по нашему закону на сегодняшний день они не имеют права пользоваться медицинской помощью у нас в стране. Они должны идти и за все платить. Так быть не должно, потому что они же работали и у нас в стране тоже. Они выплачивали взносы, они платили налоги. Мы подготовили проект закона, будет регистрироваться на этой неделе, что касается, чтобы они обслуживались в медицинских учреждениях, эти люди, совершенно бесплатно. Точно так же, как и все остальные пенсионеры. Потому что люди работали в стране, люди выплачивали налоги. Люди должны бесплатно обслуживаться. Следующий, очень важный проект, который мы на сегодняшний день с коллегами нашими начали подготовку, это на сегодняшний день у нас в стране порядка 900 премарий. Населенных пунктов, сел, немножко больше. К сожалению, в городе достаточно аптек, аптечных пунктов. В селах эта ситуация куда хуже. Туда не хотят идти ни экономические агенты, ни государственные аптеки не открываются. По некоторым причинам, в первую очередь, это отсутствие населения и маленькая покупательская способность. Мы сейчас будем разрабатывать механизм, с учетом тех законов, которые есть на сегодняшний день, по открытию, я подчеркну, не аптек, а аптечных пунктов. Аптека это более сложное учреждение в каждом населенном пункте. Там будет находиться список витальных медикаментов, парафармацевтическая продукция и компенсированные медикаменты согласно той местности, где будет расположена эта аптека. К примеру, село Василия Нарешканского района. Там есть определенное количество людей, которые получают компенсированные медикаменты. Вот в этом аптечном пункте они должны быть обязательны. Критерии согласовываются, будут разрабатываться вместе со специалистами, в первую очередь, и согласовываться это все с министерством. Потому что это чрезвычайно важно для нашей страны. Это вообще один из приоритетов партии социалистов. Это увлечение продолжительности жизни граждан. Номер один. Проблема демографии в стране на сегодняшний день. Номер один. И это очень важно. Нам для себя всем нужно уяснить, что мы все парламентарии должны заняться этой работой. Не разделять людей на наших, ваших по политическому признаку, по национальному, по религиозному. Мы никогда этой практикой не пользовались и не будем. Очень важный момент, это момент обеспечения, как я уже сказал, медикаментами, но одновременно с этим качественными медикаментами. Мы понимаем и все признаем, что на сегодняшний день в стране есть много медикаментов, которые не всегда отвечают качествам. Очень много медикаментов бывает по некоторым заболеваниям, которые больше походят на мел. Давайте будем говорить честно. Имеет больше эффект плацебо, чем эффект терапевтический. Насчет этого мы предлагаем ввести систему прослеживаемости. Механизмы практически уже разработали с нашими специалистами прослеживание медикаментов. Тогда, когда мы будем видеть каждую таблетку, каждый флакон лекарства, который входит в страну, куда он попадает, на какой склад, в какую аптеку он попадает, к какому пациенту он выписывается, либо продается. Если это медучреждение, то там какая его судьба. Либо он перепродается из страны. Это, по нашему мнению, исключит контрабанду, и мы будем прекрасно видеть, кто что завозит, кто что продает. Потому что на здоровье экономить нельзя. Очень важный закон, который мы будем также продвигать в парламенте в этой сессии, и будем настаивать на том, чтобы он был принят окончательно в двух чтениях, это закон о психологической деятельности. Его нужно закончить. Он был начат в предыдущем созыве. Вы видите, у нас проблема самоубийств в стране есть. К сожалению, эта статистика на сегодняшний день не идет по пути позитивной, она негативная, это надо признать. Нам в стране нужны психологи. Вы видите, что происходит в школах. Вы видите, местами необоснованная агрессия. Это все от того, что, к сожалению, на сегодняшний день психологическая помощь в стране не на том уровне, который она может быть. Для этого нужна соответствующая законодательная база. Вот этим мы будем заниматься. И я уверен, что этот проект закона подпишет представители каждой фракции в парламенте, потому что это не очень необходимая вещь на сегодняшний день. Очень важно, также на сегодняшний день, наконец-то нам надо разобраться с проблемой предупреждения и профилактики наркомании. Нам необходимо создать специализированное агентство, которое будет заниматься политиками в этой области. Международный опыт, это подчеркну, не мы придумали, это международный опыт показывает о том, что подобные структуры позитивно влияют на статистику уменьшения потребления наркотических веществ, на статистику уменьшения подростковой наркомании, которая на сегодняшний день есть. Это нужно признать. Для этого должно быть создано соответствующее агентство, которое будет заниматься предупреждением, профилактикой, ресоциализацией, реабилитацией наркоманов, чтобы вернуть этих людей в общество, чтобы они приносили пользу. На сегодняшний день этим занимается одно единственное медучреждение, это республиканский наркологический диспансер. Огромное спасибо докторам, которые там работают. Они проводят титанический труд, зачастую он неблагодарен. С этим нам тоже надо подумать, что делать. Также очень важный вопрос, по которому мы будем работать в ближайшую сессию, это вопрос доступа к табачным изделиям, в первую очередь для молодежи. Те, кто курит, это плохо, но пусть лечится за свой счет. Это нужно понимать. Сегодня государство тратит сотни миллионов леев на лечение заболеваний, вызванных потреблением табака. Нам нужно оградить молодежь. Посредством выкладки систематизации и корректировки законодательства сигарет в магазинах, посредством принятия международной практики. Вы, наверное, слышали, перед Новым годом крупные государства приняли закон о увеличении возраста продажи сигарет с 2018 до 2021 года. И многое-многое другое. Разрешите также представить слово моему коллеге, скажу координарию. Он расскажет подробно о медицинском секторе, о наших планах, о том, что мы будем делать и сделаем в этом полугодии. Здравствуйте! Субтитры подробно о медицинском секторе. 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 чтобы выполнить эти институты с дополнительными специалистами, на протяжении около 1 года. Если мы говорим о большей проблеме, в институты медицинских институтов, даже на территории Республики Молдова, то есть проблема с диализой. Сейчас, как и медицинские институты, диализой является монополизацией. Я хочу узнать, что раньше этот институт был в стране, что каждый человек мог бы получить, в принципе, и сейчас он получил бесплатно, но он мог получить более широкий, но он мог получить более широкий. Вместе с тем, что он получил диализу, он мог получить более широкий. Сейчас это будет монополизацией, и пока в конце концов, он получил, что монополизация и с удовлетворения этого института будет в институте в стране, и мы считаем, что это не так. Если мы пройдем по формула для того, чтобы диализу, что он будет приват, он должен быть в институте в стране, а не в институте в стране. И в институте в стране мы должны разобраться, потому что он будет приватить это института в стране, для этого института. Я хочу, чтобы выяснить, что, сейчас, диализу в Республика Молдова это один из самых крупных в регионе. Поэтому, еще раз, я хочу, чтобы мне обратиться на капитулу анумии, финансирования в институте в которой этот сервис будет эффективен. Один из самых крупных проблем в Республике Молдове в том числе, в том числе, медицины. Сейчас, в кадре медицине предлагают регулировать регулирование и критерии для зарплаты для зарплаты для зарплаты для зарплаты. Возможно, зарплаты зарплаты в две институты в стране, которые, у нас находятся в Район X и у нас находятся в Муниципе в Кушнау или Волт, и в Молдове и в Молдове это, в частности, даже, между институты и институты в стране. В тем, как мы не будем иметь такую формула различная для всех, в том числе, в норме и дурактов, и в обязательности в актуале, в тем, мы не будем прицелять специалисты в институты в стране. Еще одна из которых мы предлагаем в тем, несколько лет, Продолжение следует... 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 и я, в начале, я говорю, что я representаю Район Рыщкани, и я представляю Район Рыщкани, и Дон Душен и Броки. И это очень интересно, и мы хотим учитывать коллеги о идее, чтобы создать о платформе которая позволит эффект контролу парламентар на то, что это будет на aplicание этих легений. Мы будем с леги бани, но мы должны быть очень внимательными, на aplicание лори. Мы будем, в парламент, иметь леги бани, и мы будем в период следующий, но нам нужно, на уровне, чтобы создать о платформе, и платформе, которая позволит контролировать эти леги, чтобы эти инититивы не смогут на это, 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 филы, и дирекцией социальной и райональной, вместе с ними, мы собираем эту платформу и поговорим о том, как мы можем проверить, как мы можем обманутать этот механизм для выполнения этих лекций. Эта практика для РПНН, а на контроле парламентар, это механизм, в плюсах депутателям РПН, для того, чтобы выполнить эти леки. Мы, в первую очередь, мы, в первую очередь, мы в первую очередь, мы в территории, мы примимыцем. Мы очень много примимыцем для омени, как в большинстве, которые в операции протеза, в операции катаракта и даже на резонансе магнетика. Мы имеем лицые леки, мы имеем министерии, мы имеем омени для опыта обменившегося этих лекций, для тех пор новых моделей для помощи для помощников и, по-моему, в районе, мы имеем в районе такие вопросы, которые требуют обманутать эти сервисы для наших летних. Продолжение следует... 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 И, как вы сами сказали о механизме, более 400 тысяч человек в этом году, в октябре месяце, при повторной индексации получат дополнение к пенсии. Кстати, хотел бы напомнить для всех масс-медиа и телезрителей о том, что те 700 леев, которые предусмотрены, которые приурочены к новогодним праздникам, можно будет получить в течение этого года, если кто-то еще не получил, потому что бывает, кто-то уехал, кто-то не дошел, все это бывает. Поэтому, как говорится, эти деньги можно получить. Большое всем спасибо, всем здоровья и всем благ. Коллеги, мы сегодня говорим о социальной тематике. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok